Новый скейт-парк, похоже, стал главным местом, где собирается не только прогрессивная и активная молодежь Иванова, но еще и решается дальнейшая судьба развития нашего города. Все сюда пришли за одним – узнать долгожданный шорт-лист финалистов конкурса «Молодежная столица Европы-2015». Итак, дорогие друзья, финал конкурса «Молодежная столица Европы-2015» прошли. Следующие города – Клужнопока, Румыния, Варна, Болгария, Вильнюс, Литва и Иванова Россия. Давайте погромче! Этот результат стал действительно значительным шагом на пути к достижению заветной цели, хотя и повторить опыт прошлого года очень бы не хотелось. Наш город уже боролся за звание «Молодежной столицы Европы-2014», но в финале проиграл один голос греческому городу Салонике. Но не надо обольщаться, нам предстоит еще много работы, чтобы доказать, что реально то, что написано в заявке, это соответствует действительности, что у нас есть серьезные планы, и в 2015 году мы будем лучше, чем эти города, которые попали в финал. Это просто финал, нам надо выиграть, мы очень хотим, чтобы мы выиграли, поэтому у нас будет время доработать заявку, какие-то, если нам европейцы скажут, может ребят там где-то подработать. Вот, у нас будут многие мероприятия, связанные с поддержкой нашей заявки, я надеюсь, что вся молодежь такая активная, которая участвует в общественной жизни, участвует в творческой, спортивной, они нас будут поддерживать и впредь, я очень надеюсь и верю в победу. Вообще, мнения относительно участия Иванова в таком крупном и, наверное, многообещающем конкурсе у всех разные. Кто-то называет этот проект коррупционным коконом, а кто-то просто ставит под сомнение вопрос, достойно ли вообще Иванова претендовать на звание молодежной столицы. Это мое личное мнение, что у нас не решено очень много проблем для того, чтобы быть в столице Европы. Очень много проблем. Мне кажется, это все не систематическая работа, это такая эпизодическая выливание денег, оно мало что решает. Должна быть такая продуманная политика, долгосрочная. К сожалению, ее что-то не наблюдается, мне кажется. Сами представители программного комитета отвечают на эти сомнения очень просто. Это конкурс европейский исключительно. Особо тут каких-то таловложений или еще чего-то тут в принципе нету. А то, что люди так говорят, ну знаете, наверное, в целом наша жизнь толкает их к такому пессимистическому настрою на все. Мне сложно это сказать. Я занимаюсь это на общественных началах, мне просто это интересно. И по большому счету это было мое логичное продолжение всего того, чем я занимался. Я организовывал каких-то молодых людей, мы проводили мероприятия. А в конце концов мы посчитали, почему бы нам все вместе не объединиться и не поучаствовать в таком конкурсе. Так или иначе, получим мы звание молодежной столицы Европы или нет, уже не так важно. Главное, что благодаря этому стремлению мы уже сейчас показываем неплохие результаты в осуществлении новых идей и проектов, созданных в первую очередь для нашей ивановской молодежи. Нина Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.